Приветствую всех на заключительном вебинаре этого марафона. Надеюсь, у вас остались еще силы, потому что информация будет насыщенная, достаточно непривычная, новая и очень нужная для работы. Нужно сказать, что все, кто прослушает этот вебинар и все, что услышит, начнет применять в своей практике, то войдет в элиту специалистов, которые работают с точками, с иглами, либо с другими аппаратными методами, либо традиционными методами воздействия на биологически активную точку. Мы сегодня с вами разберем следующие понятия и вопросы. Мы будем выявлять меридиан, вызывающий дисбаланс на основе правил пульсовой диагностики. То есть я вам представлю один алгоритм, не совсем очевидный, но он основан на классических правилах пульсовой диагностики. Разберем запрещенные и благоприятные дни для иглоукалывания и прижигания по древнекитайским текстам. И в завершении будем рассматривать такую обширную схему, как 5-фаз СИ и их связь с биологически активными точками. И на примере этой теории разберем нюансы биоритмологического воздействия. Приступаем к первому вопросу. Толчком для представления вам этого материала поступили вопросы наших пользователей. И очень часто задается такой вопрос, а что делать, когда все зеленое? То есть у человека есть какая-то проблема со здоровьем, но ведопульс показывает, конечно, не идеальный баланс меридианов, но все меридианы находятся в зоне нормы или условной нормы. Как же выявить, какой из этих меридианов наиболее уязвим? Потому что с точки зрения нормы уязвимости нет. Но у человека есть заболевания, бывают даже острые проявления. И в этом случае нам поможет правило пульсовой диагностики. Кто уже был на наших занятиях, тот знает, что основное правило пульсовой диагностики и распределение каналов на пульсах в китайской традиционной медицине называется правилом муж-жена. И это описание возникло достаточно давно в патриархальном Китае, и поэтому была простая ассоциация, что в то время муж был глава семьи и жена беспрекословно подчинялась мужу. Именно поэтому возник такой образ, что пульсы на левой руке, они должны превалировать над пульсами на правой руке. Это все вытекает из разделения по инь, ян и правой, левой стороны. Опыт забыл. Напоминаю, что левая рука относится к категории ян в традиционной китайской медицине. Правая рука это категория инь. И вследствие этого меридианы находящиеся слева, то есть это в верхней позиции цунь, меридианы огня, тонкая кишка и сердце. В позиции гуань желчный пузырь и печень. В позиции чи это мочевой пузырь и почки. На правой руке, соответственно, в позиции цунь находятся каналы толстой кишки и легких. В позиции гуань находятся каналы желудка и селезенки. В позиции чи находятся меридианы тройного обогревателя и перикарда. И меридианы слева должны быть выше и интенсивнее работать, чем меридианы справа в той же позиции. И так же соблюдается равенство по инь-ян. И я вам для удобства восприятия этой информации сделал такую табличку. Когда будете смотреть запись или можете сейчас взять листики и переписать ее. Что мы видим в табличке? Не знаю, поможет вам мое цветовое решение, либо запутает, но в дальнейшем вы будете видеть эту табличку в сереньком варианте. Верхняя строка относится к категории мужа. Нижняя строка относится к категории жена. Первые три столбика это инские меридианы. Следующие три столбика это янские меридианы. И те меридианы, которые находятся выше, они должны быть количественно более проявлены. Когда занимаемся классической пульсовой диагностикой, то происходит сравнение одновременно ощущения. Право и слева. Специалист традиционной китайской медицины, владеющий пульсовой диагностикой, берет сразу вот эти все шесть точек. Вернусь я к предыдущему слайду. Работает специалист тремя пальцами справа и слева. И поочередно сравнивает, где больше, где меньше. Слово позволяет память и хорошее воображение. Он в уме просто себе представляет эту картинку. Некоторые отвлекаются и записывают в том виде, в каком больше им нравится. И выставляют, что справа больше, слева больше. Либо пишут, что муж сильный, либо жена начинает лидировать. То есть в зависимости от школы традиционной медицины разные немного термины. Но наш чудесный видопульс, он показывает все в цифрах. И у нас все достаточно точно. Мы можем посмотреть значения и их просчитать. Вот разберем и просчитаем тот случай, который я показал на первом слайде с вопросом. А что же делать? Вы видите все числовые значения по категории муж и по категории жена. Вы пишете рядом с ними цифровые значения. И потом от верхней строчки от категории муж поочередно отнимаете нижнюю строчку категории жены. И у нас, если муж преобладает, получаются положительные значения. Если жена преобладает, то есть это уже говорит о диссонансе. Даже равенство справа и слева говорит уже о неправильном течении энергии и неправильном соотношении работы меридианов между собой. И что мы видим? В идеале все шесть пар должны быть в плюсе. Но в этом случае мы такого не наблюдаем. Мы видим, что пара печень и поджелудочная железа имеют минус 9 баллов. Почки и перикар имеют минус 29,5 баллов. И тройной обогреватель и мочевой пузырь имеют минус 6,1 баллов. Глядя на эти цифры, мы понимаем, что да, в общем организм справляется. Но у него есть некоторый дисбаланс. И этот дисбаланс лежит в области, где максимальный минус. И в данном случае это каналы почек и перикарда. Вот это взятое обследование, это женщина в возрасте, особо не предъявляющая каких-то жалоб. Но когда было проанализировано таким образом ее состояние и были заданы дополнительные вопросы по категории почек и перикарда, выяснилось, что у ней все-таки есть определенные проблемы. Но так как они длятся определенное время, уже больше года, то она их воспринимает как само собой разумеющие. И давайте узнаем ваши предположения. О чем вы бы спросили эту женщину? Напишите ваши предположения в чате. Если у вас никаких предположений нет, то поставьте там цифру 1, чтобы было видно, что вы никуда не убежали, я не разговариваю сам с собой. Так, хорошее предположение о повышенном давлении. Можно сказать, все ваши предположения верны. Осталось расставить приоритеты. Что главное? Повышенное давление либо эмоции? Как вы думаете? Посмотрите внимательно на схемку, прежде чем ответить на этот вопрос. Какой меридиан начинает работать, ну, как бы не так, как он должен? То есть, кто является главным из этой пары? Ну, понятно, это муж. И в каких случаях жена может проявляться, так скажем, какое состояние у этой женщины? Да, правильно. Там и повышается давление, и бывают эмоции. Но вместе это сведите. Ну, конечно, если бы вы ее увидели, может быть, вы бы это и поняли без этого обследования, что, скорее всего, это есть. Но вы ее не видите, вы видите только меридианы и эту табличку. Если пока вам сложно, поставьте единичку. Давайте последим за логикой. Я думаю, понятно, почему мы остановились на паре почки-перикар. Потому что это определенная комбинация муж-жена, и у ней самый большой минус. Это первый шаг. Второй шаг. Он заключается в следующем, что энергия почек уменьшается, энергия перикарда в данном случае бьет ключом. Да, это перикард, это наши эмоции. Они выходят из-под контроля. Но в то же время перикард относится и к эндокринной сфере. И теперь попытайтесь решить вопрос такой. Это женщина молодая, либо пожилая? Напишите, молодая, либо пожилая. Как вы думаете? Да, молодцы. Все правильно. И уже даже написали, что я хотел от вас получить в самом начале. То есть у ней уже в течение больше года идут климактерические приливы. И на этом фоне идет нестабильность давления. То есть снижение гормонального фона происходит, так скажем, по естественным причинам. Но это все происходит не идеально. И есть определенный дисбаланс. И вот это все отразила эта схемка. И в принципе, надо быть просто внимательным, немного сосредоточиться. Когда мы видим человека перед собой, это однозначно нам помогает. Как вы думаете, какая ситуация была бы, если эта женщина была бы молодая? Дисбаланс не обязателен в пожилом возрасте. И он может быть не только при климаксе. Если вы видите что-то подобное у молодой девушки, а это вас... То какие предположения сделаете? Ну, хотя бы так очертите сферу предположений. О каких ситуациях вы бы заподозрили? Напишите свои предположения в чате. Если предположений нет, ставьте их. Общий ход мысли, он точно такой же. Но просто на это надо наложить возраст. Что принципиально происходит в более молодом возрасте? Отчертили сферу гинекологические проблемы. Да, совершенно верно. И мало того, это не воспалительные гинекологические проблемы, а это гормональные гинекологические проблемы. Потому что задействован перикард. Перикард и тройной обогреватель, они в том числе вдвоем, и каждый по отдельности отвечает за гормональный фон. Обычно вот такое соотношение, но цифры бывают не такие большие, там в районе 10-15, бывают при эндокринном бесплодии. И при такой наиболее часто вариации, как кисты яичников. Почки, они не дают позиции традиционной китайской медицины энергии для восполнения и созревания качественной яйцеклетки. И она либо не выходит вообще, либо выходит, но оплодотворение ее практически невозможно. Организм женщины старается насытить ее гормонами, но пока не поднимем уровень по каналу почек, это насыщение гормонами будет даже, так скажем, вредно для этой женщины. И это вызовет также определенные у нее эмоциональные проблемы. Вот такой анализ возможен, если вы видите что-то подобное в молодом возрасте. Этот анализ по данным правилам возможен и интересен, находится в зеленой зоне. И попробуйте по своему опыту, если опыта пока еще не хватает, просто включите интуицию и попробуйте предугадать, какой меридиан запускает проблему в этом случае. Вот пока забудьте все, что я до этого говорил. То есть вот к вам пришел пациент, вы его записали, открываете вкладочку меридианы и там видите такое соотношение. Очертите список меридианов, которые вам больше всего не нравятся в этом раскладе. Сегодняшнее наше занятие чисто практическое, практическое, чтобы вы попробовали, подумали, пусть на самых простых примерах что-то сделали, чтобы у вас уже появился опыт. Здесь в этом подходе важно просто включиться, начать думать с позицией соотношения пульсов между собой. Так, первое, что не нравится, это канал желудка, печени и тройного обогревателя. И теперь мы посмотрим табличку. У человека может быть разные проблемы и проявляться они могут по-разному. Вот это соотношение показывает ту корневую причину. В основном такие ситуации описаны в традиционных китайских канонах, но могут быть и варианты, которые даже не описаны. Потому что я уже говорил в марафоне, что наш мир очень сильно изменился. И он меняется постоянно, и появляются такие варианты, которых не было не то, что там несколько сотен лет, а даже еще 10 лет назад о таком не слышали. Так что читать и знать классику надо, опираться на нее надо, но полностью говорить, если этого не описано в классических книгах, этого не описано в настоящее время. Смотрим. Что мы видим больше всего? Какие соотношения сильнее всего нарушены? Самый большой дисбаланс находится в районе желчного пузыря и желудка. На желудок все обратили внимание, но, так скажем, у вас пока еще не хватает опыта увидеть более глубокую часть. Вы обратили внимание на соотношение вверх-вниз. Да, то есть мы за время обучения я вам делал акценты именно на это. Сейчас мы погружаемся еще на более глубокий уровень. Вверх-вниз это суточная активность, а муж-жена это активность другого рода. Ну, здесь я даже не готов сформулировать это на русском языке, какое это соотношение. По-китайски это соотношение инь-я. По-европейски это, наверное, ближе к соотношению между симпатическим и парасимпатическим отделом мирной системы и работой подкорковых структур. Мы смотрим на табличку, просто считаем и делаем следующее. Если состояние острое, мы сначала работаем с меридианами, которые вызывают остроту. Уже в скором времени выйдет обновление вкладочки меридианы и там будет достаточно большой справочник, который наши специалисты составили по описанию меридианов, как с позиции традиционной китайской медицины, так и с позиции современной физиологии. И вы будете видеть и всегда сможете посмотреть, какие симптомы наиболее часто бывают у того или иного меридиана. И состояние избытка и недостатка, какие заболевания наиболее часто проявляются у этого меридиана. Но опять же помните, что это бывают и другие варианты. Всего даже то, что мы знаем, написать просто физически не можем, чтобы не потерялась стройная картина. Возвращаемся к этому случаю. Здесь мы видим желчный пузырь и желудок. Как вы думаете, вот этот дисбаланс, чем он может вызвать? какие ваши предположения? Этот дисбаланс он был проявлен и клинически. Это уже молодой человек 20 с небольшим лет. примерно что вам приходит на ум? Можете пока остановиться на желудке. что проявляется. Так скажем, у молодого человека проявляется желудок, но причина этих проявлений находится в желчном пузыре. Ваши предположения, если их нет, ставим единичку. Вариант к язве идет. Ну принципиально да. Так, холецистит. Недостаток выработки желчи. Да, общие мысли у вас абсолютно верны. Токсический гепатит это вы загнули? Нет. Основная жалоба на изжогу, неприятные ощущения, горечь во рту. Причина почему в желчном пузыре. Потому что есть дискинезия желчного пузыря, вызванная и провоцирующая образом жизни и питания. То есть человек во время работы мало кушает. Да, вот последний вообще в точку гастродиодинальный рефлюкс. рефлюкс. именно речь о нем. Человек провоцирует общее заболевание своим образом жизни, но этот дисбаланс в нем заложен. И о том, как он проявляется и откуда проистекает, вы узнаете ближе к завершению нашего вебинара. А сейчас просто принимаем и понимаем из вот этих соотношений, что воспаление в желудке и состояние поверхностного гастрита, да, я согласен, что если молодой человек будет продолжать в том же духе, это приведет к язвенной болезни или желудка или 12-перстной кишки за счет того, что желчь застаивается, да, она плохо выбрасывается и соответственно происходит через некоторое время большой выброс желчи. желчь поступает таким образом в желудок. Вот таким образом мы можем проанализировать и мы смотрим, как сильно это повлияло на другие органы и системы. мы видим, что соотношение между печенью и поджелудочной железой тоже далеко не оптимально. Желчь попадает и в протоки поджелудочной железы и там есть уже хроническое воспаление, то есть холецистопанкреатит таким фоном уже начался. функция печени все меньше, меньше, меньше. И такие люди обычно плохо переносят алкоголь и у них возможны сильные выраженные токсические действия лекарственных препаратов. Так, что мы можем тут еще увидеть, да, и интересный момент мы видим, это дисбаланс мочевого пузыря и тройного обогревателя. Вот. То есть надо внимательней относиться этому молодому человеку к своей мочеполовой сфере. И вот такой показатель говорит о том, что есть неустойчивый эндокринный фон, и это может привести к простатиту. Вот о простатите я не спрашивал, как бы ничего не буду говорить, есть ли он у этого молодого человека или нет, но предыдущая часть была подтверждена в разговоре. Вот эта часть, ну, это вот сейчас я уже так планомерно вам рассказываю, обращаю внимание на все параметры и объясняю. Но также будьте внимательны, когда идет сильно большой плюс. однозначно, когда идет даже больше 10 соотношения, это уже должно настораживать. Когда вот в этом соотношении плюс 33, это тоже нехорошо. В настоящий момент я провожу более глубокий анализ, набираю свою картотеку, проверяю все записи, восстанавливаю кое-что, что-то смотрю вновь, и я попытаюсь дать вам через некоторое время какие-то и числовые коридоры нормы. Но пока будем условно считать, что больше 10 это надо обратить внимание. если переходит 15, тем более 20, это говорит уже о выраженных воспалительных проявлениях. Общая рекомендация такому молодому человеку состоит в следующем. Она состоит в том, что надо кушать регулярно и, как говорится, война войной, обед по расписанию. Плюс, когда мы видим застой желчи и это влияет на органы пищеварения и плюс нарушается работа кишечника, у нас в России норма следующая, что стул должен быть хотя бы ежедневно. Стул через день это уже не является нормой. В Индии, например, нормой считается трехразовый стул. Это нижняя граница нормы. Вообще идеальным соотношением в Индии и в Аюрведе считается, что сколько раз вы поели, столько раз вы должны порожнить кишечник. Но так как мы живем в более холодном климате и у нас более выраженные застойные явления, это связано с климатическими особенностями и с характером нашего питания, то есть у нас не круглый год свежие овощи, фрукты, прям с грядки или с деревьев, у нас все привозное очень часто, либо даже то, что свое, оно хранится. Все это влияет, конечно, на функцию и работы кишечника. Вот такой анализ вы настоящего момента можете проводить и смотреть и выяснять разные нюансы. Все, что вы знали до этого, эта система не отменяет. Это более глубокий слой. То есть эта система позволяет взглянуть и увидеть самый измененный орган и провести градацию. Мы не всегда можем сказать, ну вот как в этом случае. Давайте я вам вернусь к предыдущему слайду. Вы видите два меридиана в избытке. Один из меридианов связан с основной причиной, а второй меридиан связан со следствием. Но без вот этого анализа вы не можете прийти к этому заключению. Да, вы это видите. но поставить между ними приоритеты вы зачастую не можете. И сейчас у вас есть все знания, чтобы эти приоритеты уметь расставлять. А принципы воздействия они простые. вы вы острые ситуации либо в обострении хронического начинаете работать с остропроявляющими меридианами два-три сеанса, а потом переходите на причинные меридианы. Какие рецепты выбрать, например, в этом конкретном случае? первый рецепт мы смотрим и делаем рецепт по гастриту. Проработали этот уровень, после этого уровня переходим на рецептуру, которая задействует здесь два возможных варианта, либо выбрать рецептуры по хроническому холециститу, либо другой вариант. Есть у нас такая нозология, как гипломоторная дискинезия кишечника, и в скобочках написано запора. Вот рецепты они подходят и те, и другие. Холецистит, он понятно, потому что воспаление в желчном пузыре, а гипломоторная дискинезия, потому что в основе ее лежит в любом случае вот именно такая ситуация, как на представленном слайде. И вот эти рецепты, они оптимально подходят. И в скором времени вас ожидает изменение вкладочки рефлексотерапии, где будут расписаны заболевания по острой и хронической фазе. И там вы можете это все выбирать более детально. и также применив вот этот вот эту систему анализа, вы сможете выбрать нужные вам рецепты. Но такая система анализа, я думаю, в скором времени появится тоже в нашем видопульсе, но для этого требуется время. Потому что у нас очень много новинок, мы разрабатываем многие интересные модули, и все должно идти своим чередом. пока все те, кто слушает сегодня вебинар, вы находитесь в приоритете, вы получаете уникальную информацию как в области рефлексотерапии, так и в области пользования нашим аппаратом. И опять же видопульс дает нам возможность увидеть все это в цифрах. то есть когда мы какой-то вопрос можем измерить, это нам дает дополнительные преимущества. И цифровые значения очень нам помогают, потому что не всегда вот эти тонкие нюансы можно почувствовать пальцами. Да, специалист даже невысокого уровня может это почувствовать. и понять где больше, где ниже. Но сопоставить между собой все шесть позиций это уже требуется опыт более десяти лет непрерывной работы с пульсовой диагностикой. что к сожалению не каждый специалист традиционной китайской медицины может себе позволить у него просто нет этого опыта по различным причинам. А ведопульс можно сказать после одного вебинара вот я с вами разговариваю чуть больше получаса и вы уже узнали и попробовали анализировать вот этот алгоритм. То есть смотрите какой прогресс дают нашей технологии. полчаса равняются десяти годам практики. Через десять лет это вообще ас конечно человек. Но однозначно конкурировать с человеком который в этой сфере работает постоянно лет пять вы уже можете. Все зависит от вас. Как закончится вебинар посмотрите свои записи посмотрите записи своих близких напишите эту схемку и посчитайте хотя бы две три карточки и возьмите те карточки и те состояния когда вы точно помните что происходило и вас ждут очень интересные открытия. сейчас запишите вот это вот соотношение если вы еще не знаете соотношение муж жена либо просто сделайте скриншот потому что чисто технически презентация будет обрабатываться запись к вам сегодня конечно же не попадет но вы можете сделать скриншот либо записать вот эти соотношения если все это сделали поставьте двоечку в чат ждем еще Дмитрия он пишет или что-то делает ждем Дмитрия все 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 успели замечательно почему я настаиваю что вы это сделали я хочу чтобы наши пользователи были очень хорошими специалистами и могли отстаивать наши позиции не только перед пациентами в виде своих успехов но и со специалистами проработавшими там не один год даже больше десяти лет в сфере традиционной китайской медицины к сожалению вот среди моих знакомых работающие в этой сфере очень много людей которые с опытом преобладают приобретают некую косность мышления и да они знают это правило но им не говорили что им можно пользоваться так но им это не говорили по очень простой причине потому что тогда не было вида пульса и невозможно было переложить в цифровые значения пульсовую волну но вследствие этого они почему-то считают что этим и не надо заниматься есть классическая диагностика надо всем учиться пульсом да это хорошо и здорово но для этого нужно иметь определенное желание в современном мире есть много других желаний но вы можете быть специалистом и не затрачивая очень очень много времени а просто обращаясь к другим специалистам которые интерпретируют и создают для вас системы быстрого анализа и вы видите что это распространяется во всех областях и сферах жизни так почему медицина и в том числе традиционная китайская медицина должна от этого отставать мы идем в ногу со временем и посещая наши вебинары и занятия вы не просто узнаете эти алгоритмы а узнаете суть этих алгоритмов и сейчас мы переходим к следующей тематике это запрещенные и благоприятные дни для джиньзю терапии повторю коротенько информацию предыдущего вебинара что под джиньзю в данном случае понимается не узкое понятие то есть именно иглоукалывание и именно прижигание а широкий формат то есть джинь все воздействие на точку это и аппараты электропунктура электромагнитные волны конечно же классическое иглоукалывание и многое многое другое джиньзю это термические и световые факторы данная информация которую я сейчас буду излагать она написана очень очень давно представлена в классических китайских трактатах начиная от трактата желтого императора и заканчивая таким трактатом как джиньзю дачен большие достижения джиньзю он уже написан в средних веках начнем с того когда китайцы не рекомендуют воздействовать все у кого есть уже вкладочка биоритмы либо если у вас нет этой вкладочки вам будет конечно сложнее определить эти дни но также возможно вся китайская энергетика она построена на определенном цикле и этот цикл в дневном измерении повторяется через 60 дней потому что у нас есть 12 меридианов но каждый меридиан ну как бы не 12 меридианов у нас есть определенные земные ветви которые ну более понятно что у нас есть 12 месяцев но с каждым месяцем связан определенный меридиан в традиционной китайской медицине и можно условно говорить что 12 месяц потому что у нас 12 месяцев поэтому у нас 12 меридианов можно говорить наоборот так как структура человека состоит из 12 частей то человеку удобно делить окружающее время также на 12 частей и это проявляется в годовом ритме то есть 12 месяцев в году также вы знаете что китайцы измеряют года в животных все вы знаете зверюшку своего года рождения их тоже 12 и часов в сутках у китайцев тоже 12 просто их час равен двум европейским часам ну вот уже 12 часов для европейца не столь очевидно но для китайца это вполне очевидный вопрос но каждый из вот этот отрезков времени он может принадлежать к одному из пяти элементов и соответственно 5 умножаем на 12 получается 60 отсюда вот и получается этот ритм то есть на самом деле при первом поверхностном взгляде мы видим 12 частный ритм если мы копнем и нырнем поглубже то мы увидим уже 60 частный ритм который китайцы называют дзя дзы по названию первых иероглифов и первого элемента 60 частного цикла если мы копнем еще глубже то мы увидим взаимоотношения и сочетание между собой вот этих разных ритмов на таком можно сказать все-таки еще начальном уровне китайцы анализируют соотношение 60 частного ритма года месяца дня и часа это получается очень много комбинаций и вследствие этого эти же комбинации они не повторяются то есть вы не можете встретить одну энергетическую комбинацию одинаковую за всю свою жизнь они всегда будут разные потому что к сожалению к сожалению наша жизнь она короче этой комбинации так меня спрашивают откуда пять ну как откуда я вот думал что вы уже такие специалисты что сразу поймете откуда я взял пятерку пять это пять элементов китайской метафизики то есть огонь земля металл вода и дерево и сегодня вы узнаете об этих комбинациях и как они относятся к нашим меридианам и биологически активным точкам и вот эти 60 комбинаций они повторяются бесконечно и в нашем приложении биоритмы эти комбинации все записаны составлены таблички необходимые и эти таблички вы можете посмотреть и увидеть какой ближайший день самым плохим днем для оздоровительных практик для лечебных практик является гене Синвей он восьмой в этом цикле ну как я уже сказал он повторяется через 60 дней и ближайший такой день будет 23 августа также неблагоприятным днем для иглоукалывания и прижигания является время новолуния то есть это тот промежуток времени когда луны на небе не видно это последние дни это последний день лунного цикла он может быть 29 или 30 в зависимости от месяца это вы можете посмотреть на любом отрывном календаре и первый и второй день растущей луны луна начинается быть видимая в третий день и поэтому специалисты которые занимаются лунными ритмами говорят что время растущей луны оно положительное но первые два дня не надо предпринимать никаких активных действий потому что энергии просто не хватает и энергия уже начала свой рост но ее не так много и она начинает проявляться только с третьего лунного дня сейчас есть многочисленные калькуляторы онлайн которых можно выбрать ваш именно ваш населенный пункт и вы спокойно узнаете какой именно вашей местности этот лунный день и вот вот эти два отрезка старайтесь избегать для лечения если все так вот приходится в них что-то делать делайте что-то такое неважное за сильно сложные дела не беритесь как в лечение так и в своей жизни и вот в этот день Синьвэй китайцы называют его днем смерти Бян Цюэ Бян Цюэ это родоначальник пульсовой диагностики один из великих врачей древнего Китая он именно умер вот в этот день но этот день в нем просто течение он стал запретным не потому что там умер Бян Цюэ это просто произошла такая синхронность просто в этот день прерывается течение энергии между верхом и низом и запомните чуть-чуть попозже вы увидите почему это происходит просто запишите себе где-нибудь рядышком на листочке что иероглифы вот в презентации вы их видите последовательно очень часто в классической манере иероглифы записываются один над другим и первый иероглиф он верхний он относится к энергиям неба второй иероглиф он внизу пишется он относится к энергии земли и запишите что верхний иероглиф это металл нижний иероглиф это земля и чуть попозже я сегодня вам объясню почему энергия прерывается в таких комбинациях и теперь вот посмотрите как можно найти в нашей вкладочке биоритмы вот эти все моменты для этого надо знать либо иероглифы либо порядковый номер и у нас в приложении биоритмы есть таблица называется общая вы выбираете необходимый день который обозначен соответствующими иероглифами просто нажимаете то есть вся эта таблица кликабельная вот и там же написано биологически активная точка которая соответствует этой комбинации вот однозначно эту точку в этот день точно не надо брать этим вы можете сделать медвежью услугу пациенту вы нажали на это значение и потом переходите во вкладочку календарь я отдельно сделал скриншот и вот показываю то есть красным у вас будет выделен текущий день когда вы смотрите это значение а вот таким фоном будет выделен интересующий вам день и вы всегда можете посмотреть когда вот эти дни будут и составить себе дополнительный календарик и смотреть вот эти все неблагоприятные дни но сразу оговорюсь дней достаточно много и как-то очень давно я даже посчитал сколько в году остается благоприятных и приемлемых дней для работы по точкам из 365 дней я точную цифру конечно не помню сейчас я ее к сожалению не сохранил но повторно пересчитывать что-то я не хочу но цифра была 100 с небольшим там или 112 либо 115 дней вот то есть я взял конкретный год календарик вычеркнул все неблагоприятные дни по китайской системе по солнечному и по лунному ритму и получилось 100 с небольшим дней и если следовать всем запретам то в году будет целый месяц когда вообще нельзя работать ну это не очень понимаете практично на это стоит обращать внимание потому что именно в эти запрещенные дни очень высока вероятность ошибок и то есть ваша концентрация внимания она снижается это действует на всех это определенное течение энергии и за это время когда идет текущий день снижается концентрация внимания многие уже моменты были проанализированы как в Китае так и в Европе и показано что увеличивается число аварий увеличивается различные ошибки в производстве особенно если человек занимается какой-то очень точной дисциплиной лучше быть внимательным и как говорится 7 раз отрежь 7 раз отмерь 1 раз отрежь будьте внимательны и по возможности не начинайте лечение пациента в этот день потому что если начинать то все пойдет не так либо другой вариант этот пациент не будет к вам ходить потому что у него начнет что-то происходить и ему будет просто не до вас я периодически отслеживаю вот эти моменты они очень интересны следующие запреты эти запреты идут из поэмы прояснения таинства с комментариями Ян Джи Джоу там где на слайде вы увидите вот такие иероглифы красным цветом это указание на эту поэму холодную погоду не укалывать в теплую погоду не прижигать этот момент говорит о том что понятно мы живем в Сибири у нас очень много месяцев холодная погода я живу в Сибири ну и в России тоже холодная погода всю зиму не укалывать как-то не получается о чем идет предупреждение что иглоукалывание и все методы классические относящиеся джинь они они инские и когда у нас вокруг много инь лучше использовать ян то есть прогревать а в теплую погоду не надо прижигать потому что вокруг много ян а нам надо применять инь вот здесь вот этот акцент а не то что зимой запрещено иглоукалывание а летом запрещено прижигание когда луна зарождается не применять методы седации то есть в первые дни лунного цикла в первую четверть лучше не использовать длительное воздействие и интенсивные манипуляции иглами если вы работаете аппаратами и веда лазером то это режим воздействия он нейтральный он гармоничный к этому не относится здесь достаточно опустить последний день лунного месяца и первые два лунных дня сделайте перерыв в полнолуние не применяйте методы стимуляции когда месяц на ущербе не лечить вовсе но месяц на ущербе это вот та ситуация которую я рассказал это время новолуния в полнолуние у нас максимум энергии и ее не надо стимулировать потому что если стимулировать то она начнет бунтовать ее наоборот надо успокаивать и энергия в каналах она в том числе работает в связи с умным ритмом и время полнолуния и новолуния на это все сказывается плюс есть такое правило что куда идет ци туда идет и кровь а кровь это жидкость и европейские исследования показали что время кровотечения в зависимости от фаз лунного цикла оно разное и когда луна полная оно максимальное когда луна неполная то есть первая и четвертая четверть время кровотечения меньше максимальное время кровотечения во вторую и третью четверти лунного цикла вот об этом знали в древности и это использовали что произойдет если делать то что запрещено если при зарождении луны применять методы седации в дзан органах возникнет недостаток то есть энергия она рождается а вы стараетесь как бы эту энергию сильней подвигать в результате вы все испортите но это примерно то же самое что вот вы посадили какое-то растение появились первые росточки а вы подходите и их начинаете тянуть из земли чтобы они быстрее росли что вы сделаете с этими ростками вы их не вытянете вы их просто выдернете они потом расти вообще не будут вот об этом говорится эта фраза если в полнолунии применять методы стимуляции произойдет переполнение пучины крови и ци кровь будет задерживаться в коллатералях что называется сильным избытком в результате это все приведет к выраженным застойным явлениям и обострению процесса когда месяц на ущербе лечить нельзя так как возникает беспорядок в каналах взаимно переплетаются ини и ян нет разделения между истиной и патогенной ци эта энергия они погружаются и задерживаются то есть возникает полный хаос проще говоря и в результате этого хаоса а хаос происходит в защитной энергии активируется патогенная энергия потому что с китайской точки зрения человек болеет всего один раз в детстве именно в тот момент к нему попадает патогенная ци и эта ци она всю жизнь с нами ее можно где-нибудь заблокировать остановить но чтобы ее полностью выгнать из организма надо заниматься цигун или йогой и оказывать постоянное планомерное воздействие столько лет сколько вы прожили то есть если вы этими практиками занялись в 20 лет то вам надо этим заниматься 20 лет если вы этими практиками занялись в 50 лет то вам надо заниматься тоже этими практиками без перерива 50 лет вот такой подход в традиционной китайской медицине Давайте сейчас делаем 5-минутный перерыв и потом поговорим о запретах, связанных со сменой сезонов и с внешними корреляторами в виде ветра. Перерыв 5 минут. Продолжаем наш вебинар. Во время перерыва поступил вопрос, я сразу на него отвечу. Сейчас я прочитаю его. Нгуэн Ванги вводит понятие патогенной биоклиматической энергии. Скажите, это та энергия, о которой вы говорите? Да, совершенно верно. В терминологиях Нгуэн Ванги это патогенная биоклиматическая энергия. В китайских трактатах она называется просто ШАЦИ. То есть энергия болезни, энергия вреда. Именно она является энергией заболевания. На самом деле она не такая уж зловредная. Это просто особенности энергетики. Энергия она на самом деле одинаковая. Что полезная, что не полезная. Но просто мы не можем работать одновременно со всем спектром. Чтобы понять это, сравнить практически очень сложно с чем-то. Например, если вы представляете физику, то понимаете, что разница между разными электромагнитными полями состоит только в частоте следования импульсов. И в результате того, что изменяется частота следования импульсов, появляются разные физические дополнительные свойства. Но на самом деле, по сути, в основе, что СВЧ, что ДМВ, что миллиметровые, что метровые волны, это одна и та же суть. Но просто частота следования разная. Вот то же самое с энергией. Мы воспринимаем только часть энергии. И что-то нам нравится, что-то нам не нравится. Вот то, что нам не нравится, для нас это и есть негативная энергия. И есть некоторый спектр, некоторая часть этой энергии, которая не очень подходит любому человеку. У человека такая структура, что вот эта часть энергии вызывает некий хаос. Этот хаос, он на самом деле нужен для развития, чтобы мы его преодолевали. То есть так устроена природа. Но если человек не развивается, то этот хаос производит болезнь. Если человек развивается физически, умственно, эмоционально, духовно, то вот этот дисбаланс, он дает толчок к этому развитию. То есть можно, говоря современным языком, сказать, что положительные энергии и благоприятные для здоровья – это положительная мотивация. А патогенная биоклиматическая энергия, либо шацци – это негативная мотивация. То есть для всего человечества природа предусмотрела такое правило кнута и пряника. Если человек не идет за пряником, его тут же кнутом подбадривают, чтобы он все-таки шел в нужном направлении. И есть определенные моменты в годовом цикле, когда энергия меняется. С китайской точки зрения наступает время, когда меняется триграмма времени. И вот эти даты, они связаны с солнечным циклом на самом деле. Солнце входит в определенные фазы. И здесь, ну, китайцы это называют дни, когда Тайи меняет свой дворец. В результате у человека может возникнуть холод, жар или боль. Но это, ну, холод, жар или боль, можно условно сказать, любое заболевание. Либо у человека возникнут какие-то эмоциональные проблемы, либо его деятельность станет неуспешной. Это все влияет на очень многих уровнях. Я сейчас вам рассказываю больше уровень, относящийся к здоровью. Но это все протекает и на других уровнях. То есть вот по этим запретам и благоприятным дням, понятное дело, они общие. Но все равно проанализируйте свою жизнь. И я думаю, вы найдете интересные моменты и интересные события, как в положительную, так и в отрицательную сторону в своей жизни. Когда Солнце входит в определенный градус, происходит смена сезонов. У китайцев 24 сезона. Каждый их месяц... Ну, месяц, потому что китайский месяц чуть-чуть по датам сдвинут. Он начинается не первого числа, как европейский. Это связанное с разностью отчетов определенных астрономических событий. И разницей в долготе наблюдения. И таким образом вы видите даты. Вот в эти даты меняется принципиально энергетика. И если вы посмотрите, то это так называемые кардинальные и промежуточные даты. То есть кардинальным датам относятся время равноденствий и солнцестояний. И также, если равномерно поделить даты между равноденствиями и солнцестояниями, то вы получите вот этот вот китайский ритм. И китайцы заметили, что есть определенное переключение. И оно всегда приходит с разностью в один день. Ну, это связано с тем, что мы меряем четко. Там у нас 365 дней в социальном ритме. Но астрономический год, он 365 с какими-то часами. Но мы это не учитываем. И в результате у нас накапливаются вставочные дни. Вспоминаем, что происходит в феврале раз в 4 года. И вследствие этого дата, она не четко привязанная к дню. Если вы видите вообще в каких-то культурах праздники или еще что-то, привязанное к дате, то это говорит о том, что это солнечный ритм. Если вы видите праздники, которые плавают, то это говорит о том, что, скорее всего, это привязано к лунному ритму. И вот в эти дни происходит смена энергии. И вы можете понять и увидеть, именно в вашей местности смена энергии произошла благоприятно, либо неблагоприятно. Будем условно считать, что самым благоприятным моментом является тот вариант, что написан на слайде. Когда начинается весна, в Китае это 4-го, либо 5-го февраля, по солнечному циклу активируется триграмма Гэнь. И в это время самым благоприятным ветром является северо-восточный ветер. И если вы видите, что в вашей местности ветер дует с северо-востока, то вы можете начинать любые дела. И местная энергетика будет вас поддерживать. Если ветер дует не с северо-востока, то, скорее всего, вам надо быть осторожными. Особенно неблагоприятен ветер в другом направлении, в кардинально другом направлении. То есть в данном случае северо-восточный ветер благоприятный. Значит, неблагоприятный является юго-западный ветер. Если дует юго-западный ветер, то китайцы рекомендуют вообще в этот день не выходить из дома. Если все только приходится выходить, то совет простой. Ничем важным не занимайтесь. В любом случае это не даст никаких положительных плодов. Если говорить о лечении, возможны обострения, возможны ваши врачебные ошибки. Либо пациент, так скажем, просто не придет к вам на процедуру. И запишите вот эти вот даты, запишите направление ветра и понаблюдайте за погодой в эти дни. В ближайшее время это смена сезона и будет сезон по-китайски и называется начало осени. 8-9 августа это произойдет. В данном году произойдет 8 августа. И посмотрите, то есть ветер должен быть юго-западным. Ну вот с географическими направлениями у европейцев, к сожалению, бывают большие трудности. Для китайцев это все понятно и естественно. Если вы были в Китае, то вы знаете, что если вы спросите китайца, как вам пройти куда-то, он вам ответит примерно так, что два квартала на север, потом несколько кварталов на северо-восток. Когда европейцы слышат такой ответ, они находятся в полном шоке. Для китайцев нормально говорить и указывать географические направления, потому что традиционно их города ориентированы по северу и югу. То есть расположение кварталов сделано таким образом, что не надо говорить направо, налево. Китайцы не используют этой терминологии, они используют географические направления. Так как большинство европейцев не представляет, где у них реально какая часть света, для них это полный шок. Но я советую вам все-таки предварительно подготовиться, понять, что где вокруг вашего дома, вокруг вашего рабочего офиса, тех мест, где вы бываете чаще всего, где это географическое направление. Заранее подготовьтесь, посмотрите карты. Европейские карты построены таким образом, что вверху всегда находится север. И сильней из вот этих моментов переключения являются даты равноденствий и солнцестояний. Вот вы видите, ближайшее будет осеннее равноденствие 23 или 24 сентября. В это время, в эти дни благоприятен ветер с запада. Китайцы говорят, что когда дует благоприятный ветер, выйдите на открытое пространство, встаньте лицом к нему и как бы насладитесь этим. Когда вас обдувает вот этот ветер, при условии, что он должен быть равномерным, не сильным и не порывистым, при этих условиях это будет такой мощной лечебной процедурой, которая зарядит вас энергией до следующей смены сезона. и в заключение о смене сезона. Когда направления ветров правильны, они очищают жизненный рдух, шень и ци человека, изгоняют тяжелые и затяжные болезни. Если же ветер идет наперекор, он называется вредоносным ветром или губительной ци. Если тело человека вдохнет его, возникнет болезнь, которая называется притаившейся сезонной ци. Вот притаившая сезонная ци такой уважаемый специалист как Нгуэн Ванги назвал патогенной биоклиматической энергией. То есть так он этот термин перевел для европейцев. Сам Нгуэн Ванги он основал международное общество джинзю терапии акупунктуры оно называлось и он был первым председателем этого международного общества написал книгу которой пользуются многие рефлексотерапевты во всем мире. К сожалению на русский язык она переведена не полностью. У нас насколько я помню есть два тома из шести до сих пор никто полностью не перевел Нгуэн Ванги на русский язык. Дух шень это наша вся высшая нервная деятельность. Это все наше психоэмоциональное состояние. То есть вот этот неблагоприятный ветер он действует на физическом и психоэмоциональном уровне. И всегда помните что ветер по сути что такое ветер почему возникает ветер задумайтесь над этим то есть ветер возникает тогда когда идет смена атмосферных фронтов то есть идут перепады атмосферного давления. Все вы знаете о метеочувствительности о неблагоприятных днях но оказывается при длительном наблюдении китайцы определили что вот смена этих атмосферных фронтов она приурочена к определенным датам и это все завязано на движении солнца. В принципе это все было подтверждено в принципиальном виде такими учеными как Чижевский и Вернацкий которые учитывали и смотрели солнечную активность и все что происходит со здоровьем и с геополитическими событиями на всей земле. Если интересно почитайте работы этих ученых там найдете много интересного на эту тему. также есть неблагоприятные ритмы в часовом цикле в дневном китайцы пишут что перед часом у и после часа мао происходит рождение луны. Следует скорее производить прогревание. Но имеется ввиду не физическое рождение луны. Здесь имеется ввиду инь. Что луна это символ инского начала инской энергии. И инская энергия она рождается в определенные часы. И эти часы указаны на слайде. То есть имеется ввиду часы чень час дракона он длится с 7 до 9 утра и час следующий час с час змеи с 9 до 11. То есть вот это утреннее время наиболее благоприятно для прогревания биологически активных точек. когда двигается налево на юго-запад начинается гибель луны. Следует скорее применять охлаждение. Китайцы мастера писать и они могут любой фразой описать любое действие. то есть вы уже понимаете что направления связаны с определенными энергиями и хоть на самом деле речь идет о конкретном часе вот автор этого высказывания из классической китайской поэмы вначале он указывает конкретные часы а потом у китайцев есть такое в характере и в традиции что часть информации они выдают в прямом виде а часть они выдают в завуалированном виде. То есть если вы знаете какое географическое направление соотносится с какой энергией и как по пространству распределить земные ветви связанные с ними часы то вы понимаете что речь идет о времени вэй это час козы и о следующем часе шень это час обезьяны именно в эти часы происходит гибель луны то есть не луна физически с ней что-то происходит а энергия и становится некачественной когда диск наполняется нельзя применять методы стимуляции следует скорее производить охлаждение ну вот здесь фраза очень очень туманная но обычно охлаждение в этой части трактуется как методы седации то есть остановление задержки энергии и также как иглоукалывание речь китайская особенно в древних трактатах она очень такая красивая но сложно понять о чем же все-таки они писали и порой проходит не одна сотня лет прежде чем специалисты придут к единому мнению что же имелось ввиду под вот этими высказываниями в данном случае имеется ввиду методы седатации в варианте иглоукалывания джинь также есть определенные запреты из канона большие достижения джиньзю терапии его написал Янзи Джоу этот доктор он является ну являлся он жил в средние века потомственным доктором на протяжении нескольких поколений его предки занимались иглоукалыванием и традиционной китайской медициной и мало того что они были не простыми врачами они лечили исключительно императоров и членов их семей то есть это рекомендации для лечения императоров ну точнее те моменты что не надо делать в определенный день сейчас вы как бы посмотрите и дальше я вам поясню что обозначают эти слова и как их находить в наших биоритмах в дни десяти небесных стволов не лечим в дзя не лечим голову то есть всего небесных стволов десять небесные стволы они связаны с небесной энергией и мы знаем что энергии система усин состоит из пяти частей но каждый элемент может быть в состоянии и и может быть в состоянии ян и поэтому число десять получается нечетные номера отвечают за ян четные номера отвечают за и первый и второй относятся к элементу дерева третий и четвертый огонь пятый и шестой земля седьмой и восьмой это металл девятый и десятый это вода ну и соответственно одна часть инская другая часть янская в определенный определенный день уязвимым становится определенная часть тела если эта часть тела болит то лучше иглоукалыванием и прижиганием не лечить эту часть тела используйте применение трав и также в эти дни не надо использовать точки находящиеся в этой анатомической зоне ну так скажем ничего плохого не будет ну по крайней мере я не видел ничего плохого если использовать точки в этой части тела но однозначно пациенты жалуются они обычно так говорят ой доктор что-то у меня вот в этом месте точки особенно болючие то есть точки становятся очень чувствительные к воздействию и надо обладать большим навыком чтобы не вызвать каких-то осложнений об осложнениях при джинзю терапии я рассказывал в предыдущем вебинаре те кто был вчера на моем занятии они это уже знают то не было пересмотрите этот вебинар теперь как же найти вот эти чудесные дни вы запоминаете цифры смотрите на предыдущем слайде там же есть название можно конечно посмотреть в нашу таблицу в биоритмах под названием общее там все это написано но как это построено таблица заполнена таким образом что в колонках первым идет как раз иероглиф относящийся к небесному столбу и соответственно первая строчка это всегда первым здесь будет стоять иероглиф дзя и вы просто можете не запоминать иероглиф а запомнить цифру то есть номер один номер одиннадцать двадцать один тридцать один сорок один пятьдесят один цикл всего из 60 элементов ну понятно что десятый будет десять двадцать тридцать сорок пятьдесят и шестьдесят Если у вас нет биоритмов, то вы можете поискать китайские калькуляторы, они есть совсем-совсем китайские, где все на китайском языке, либо есть европейские варианты, их используют специалисты в области фэншу и китайской астрологии Бадзи. Самый доступный и бесплатный, достаточно точный, без ошибок, это калькулятор Минли. Можете в интернете набрать Минли и вы попадете на этот ресурс, там будет калькулятор. То есть там каждый день проставлены иероглифы, можно включить подписи к этим иероглифам и самостоятельно искать. Ну, конечно, вот такой отдельной таблички там нету, то есть надо знать и смотреть. Таким образом вы можете посмотреть, в какой день не надо воздействовать на какую часть тела и не надо использовать точки в этой области. Сейчас мы переходим к запрещенным дням. Есть общие запрещенные дни, я вам озвучил, самый главный из них синьвей номер восьмой. И есть отдельно запрещенные дни для женщин и для мужчин. Здесь мы трактуем запреты в плане лучше этого не делать. Если все-таки надо делать, можно, но очень осторожно, будьте внимательны. И в шестидесятидневном цикле запреты для женщин это восьмой, двадцать второй, сорок второй, сорок третий, сорок четвертый, пятьдесят первый и пятьдесят второй день цикла. Такая же табличка и дни существуют и для мужчин. Есть некоторые, которые совпадают у мужчин и у женщин. Есть свои собственные. Для мужчин меньше запрещенных дней, чуть-чуть. Для них не следует применять методики джензю восьмой, двадцать девятый, сорок первый, сорок второй, сорок третий и сорок четвертый день цикла. В эти дни лучше делайте процедуры, связанные с травами. Для массажа эти дни тоже лучше не использовать. Единственное, можно делать такой массаж легкий, расслабляющий, релаксирующий. Без проработки биологически активных точек. Также можно делать компрессы, обертывания с отварами трав. То есть, основной акцент и запрет на проработку биологически активных точек. Есть, конечно, не только запреты, но и есть определенные рекомендации. То есть, те процедуры и те моменты времени, когда, наоборот, воздействие приобретает полезное действие. И вот общая такая технология есть представлена в Сувень. Сувень – это первая часть трактата «Желтого императора о внутреннем». То есть, сам трактат имеет общее название «Трактат «Желтого императора о внутреннем». Он состоит из двух частей. Первая часть называется Сувень. Простые вопросы. Вторая называется Леншу. Духовная ось опоры. На русском языке есть прекрасный перевод обоих частей. Переводчик Бронислав Виногородский. Один из выдающихся китаистов настоящего времени. В Сувене написано «В первый день рождения Луны следует делать один укол. На второй два укола. И так до 15 уколов в 15-й день месяца». Вот здесь вы видите некое противоречие, что даже сами китайцы, вначале они говорят, что в начинающую Луну вообще все запрещено. Но потом они говорят, что в первый день все-таки можно, но уколоть можно одну только точку. Но и такой момент, что в первые лунные дни уколы должны быть не на полную глубину. То есть, когда описывают каждую биологическую активную точку для иглоукалывания, указывают глубину иглоукалывания. Вот в первую четверть рекомендуется поверхностное иглоукалывание. То есть, это такой специальный молоточек. Это не иголка, это молоточек с несколькими иглами. Ими обрабатывается точка методом Мэйхуа Джейн. В переводе звучит очень красиво. Иглоукалывание цветом сливы. Это происходит потому, что делается один удар в центр точки и четыре по бокам в виде такого крестика. И вот этот крестик у китайцев ассоциируется с цветком сливы. Но если сделать эту сливу, так скажем, по-китайски, как делают китайцы, то есть, не каждый европеец это выдержит. А когда он себя увидит, что с ним сотворили, он придет в ужас. Потому что там это будет еще, так скажем, все кровить. Зрелище не для слабонервных. Но в некоторых случаях очень полезное, особенно когда человека заклинило, то есть, при проблемах в спине, Мэйхуа Джейн очень хорошее. Но те молоточки для поверхностного иглоукалывания, которые продаются в России, они, ну, так скажем, детские. Они для детей рассчитаны. Настоящих продажей я не видел взрослых. Для этого надо ехать в Китай. И вот по рекомендации Сувэнь, получается, сколько, какой лунный день, такое количество игл и надо брать. Ну, этому не надо следовать абсолютно. Здесь дело не в количестве игл, а в том, что когда растет Луна, с каждым днем все больше и больше энергии, и вы можете использовать больше точек. И поэтому, ну, вот, многие пользователи говорят, а вот наш аппаратик, ведолазер, не все точки берет. Ну, особенно в первой четверти Луны. И не надо их насиловать и включать. Если сеанс происходит на полнолунии, то можно с точками поработать, растереть ее, немножечко смазать водичкой, чтобы изменилось электрокожное сопротивление, и тогда аппаратик включится. Потому что аппарат включается на определенном сопротивлении. И если точка закрытая, сопротивление высокое, он не будет включаться. На убывающей Луне в четвертой четверти, либо в самом начале роста Луны в первой четверти, лучше и не делать эти мероприятия. Когда Луна убывает, делаем все наоборот. То есть, идем по убывающим. Чем ближе к завершению лунного цикла, тем меньше используйте биологически активных точек. И у китайцев есть также благоприятные дни для лечения. То есть, это самые благоприятные дни для иглоукалывания. Они также представлены по номерам. Вы их видите. Я думаю, что не имеет смысла вам зачитывать все эти номера. Сделайте скриншот, либо в дальнейшем, когда получите запись, и будете ее просматривать. Перепишите их. Хочу обратить ваше внимание на один момент. Он связан, что в некоторые дни благоприятные есть запрет для женщин. И вот эти дни вы видите на экране. То есть, 42-й и 52-й день цикла является благоприятным для лечения. Но у женщин эти дни цикла относятся к запрещенным. Вот таким образом энергетика у мужчин и у женщин, она немного разная. И китайская медицина складывалась в патриархальном обществе, где весь акцент делался на здоровье и важности мужчин. То есть, древние китайцы ничего не знали о равноправии. У них был патриархат. И они поступали с нашей точки зрения неправильно. Но тогда так было принято, что если женщина была больная, ну, как-то ей особо и не занимались. Вот. Было проще завести новую жену, чем лечить старую. Это реалии древнего Китая. И поэтому многие рекомендации, они рассчитаны и заточены больше для мужчин. И есть дни благоприятные для лечения, но неблагоприятные для женщин. И сейчас мы переходим к заключительной части нашего вебинара, к новой и глубокой теме. Называется она «Пять фасцы». Задумывались ли вы когда-нибудь над таким вопросом? Одинаково ли чувствуют себя точки в разных каналах? То есть, что я хочу спросить. У нас есть базовая энергетика канала. И у нас на канале есть точки пяти элементов. Вот в этих цветных кружочках вы видите иероглифы, относящиеся к элементам. Красный кружочек – это огонь. Желтый кружочек – это земля. Белый с иероглифом – это металл. Вот этот темный. Когда я его делал, он такой темно-синий был. У всех мониторов разная цветопередача. Я делал на одном компьютере. Сейчас читаю вам с другого компьютера. Я вижу, что он у меня практически чёрный. Это элемент вода. И последний кружочек – зелёненький – это элемент дерева. Явно не все вы знаете иероглифы. Я-то обращаю внимание на иероглифы, а не на цвет. Но для вас предназначен цвет. И вот эта теория пяти фаса Ци, она показывает, как чувствует себя биологически активная точка на определённом канале. Сейчас переключу слайд. Что-то у меня компьютер уже устал. А, вот. Напоминаю вам, что на каждом канале Система УСИН, я думаю, вы все её знаете. К вебинару было предупреждение, что это является базовой информацией. И вы должны представлять, что на каждом канале есть пять точек. Они относятся к разным элементам. И сейчас мы с вами будем разбирать, как себя чувствуют точки на каждом канале. И чтобы у вас совсем мозги не закипели, мы сделаем пятиминутный перерыв. И маленечко подвигайтесь. Сейчас будет такая, ну, не то что сложно интеллектуальная, но очень такая китайская по восприятию информация. И вам надо немного отдохнуть, отвлечься, чтобы иметь чистое мышление. Давайте пять минут перерыв. И дальше продолжим. Продолжаем наш вебинар. За время перерыва поступил вопрос. Не совсем понимаю, что такое сокращение КЛ. Зачитаю вопрос. При обследовании на АПК Ведопульс бывает преобладание какого-либо первоэлемента. Каждому первоэлементу соответствуют два меридиана. Как правильно воздействовать на первоэлемент для его гармонизации? Ну, глубоким и, наверное, одним из самых правильных, ну, в традиционной китайской медицине нет, конечно, понятия правильно-неправильно. Есть разные подходы, и есть своевременность этих подходов. Одним из самых глубоких подходов является тот, который я рассказал вам в начале, основанный на пульсовой диагностике. Используйте его. Потому что в каждом конкретном случае будет свой. По большому счёту, в приоритете, в длительном приоритете и в важности для здоровья лучше обращать внимание на недостаток меридианов, чем на избыток. Здесь, если был бы конкретный пример, можно было разобрать его. Но основной вопрос, сейчас вы знаете, методику подсчёта, там всё будет видно на цифрах. И это очень хорошая методика. Чтобы понять, как работают пять фастцы, мы должны ещё разобрать, ввести такое понятие, как «хозяин-гость». То есть, «хозяин» — это основная энергетика, которая является постоянной. Гости, они, соответственно, приходят и уходят. В этой терминологии «хозяином» является энергетика меридиана. «Меридиана» мы рассмотрим на примере меридиана сердца. Соответственно, энергия «хозяина» — это энергия огня. И вы видите вот эти пять красных кружочков. Это энергия огня. И к «хозяину» пришли пять посетителей. Друзей, недрузей, знакомых. Это как вам больше нравится. И каждая точка, она несёт определённую энергию. И получается, основная энергия взаимодействует со всем спектром энергетики. С деревом, огнём, землёй, металлом и водой. Как же это будет проявляться? И как китайцы описывают взаимодействие «хозяина» и «гостя»? Они описывают это и называют пять фаз энергии. Пять фаз ци. Ну и называют эти пять фаз соответственно по-китайски. Первая фаза — это фаза роста. То есть, чтобы понять это, надо представить перед собой систему УСИН и вспомнить, что базовая у нас энергия огня. Соответственно, точка дерева для огня — это является, ну, в привычном для нас терминологии, энергия матери. Китайцы эту фазу называют энергией «шэн». Шэн ци. Ци роста. Следующая энергия — это энергия ван ци. Процветание. То есть, когда энергия хозяина встречается с точно такой же энергией. То есть, в данном случае это точка в привычном нам названии «элемент в элементе». Когда энергия встречается со следующей энергией, китайцы называют это «туи ци», «уходящая ци». В европейском понимании это точка седативная, точка сына. То есть, в том или ином виде европейцы восприняли первые три точки. И их используют, ну, в основном используют точку «мать» тонизирующую и точку «сын» седативную. Очень часто забывают о важности точки «элемент в элементе». Всегда помните об этом. То есть, элемент в элементе, он концентрирует в себе всю суть канала, все возможности канала. Но есть еще две точки. И следующая точка, на которую нападает энергия хозяина, называется «сы ци». То есть, энергия этой точки, она мертвая, убитая. То есть, эта энергия пришла к хозяину, хозяину не понравилось, и он напал на гостя. Ну, взял и уничтожил его. И поэтому энергия металла для канала огня, она самая минимальная. Ей очень сложно пользоваться. Она мертвая. И следующая энергия называется «ша ци». Энергия разрушения, нападения. Здесь обратная ситуация. Здесь пришел такой нагловатый и хамоватый гость, и напал на хозяина. Трясет его и говорит, ну-ка, давай тут мне то-то, то-то, то-то. Вот эта точка, она вносит определенный хаос в энергетику этого канала. И об энергетике «сы ци» и «ша ци», европейская рефлексотерапия, акупунктура, джинзю терапия, напрочь забыли. И сейчас мы с вами восстанавливаем этот забытый элемент. Название «ша ци» — это тот же термин «ша», это тот термин, о котором мы говорили о патогенной биоклиматической энергии. То есть это неудобная часть спектра энергии именно для этого канала. Ну и сами понимаете, огонь и вода. Огонь контролирует энергию хозяина. Хозяин этого не любит. Но сами представляете, вот вы сидите дома, к вам кто-то приходит и начинает у вас дома командовать. Но это никому не нравится. И в таком случае вы можете понимать, что точки делают с каналом. Первые три точки, я думаю, вам понятны. То есть точка из категории «шен ци» — «рост», она увеличивает силу канала. «Ван ци» — она создает максимальное проявление канала. Ту и ци — она уменьшает энергию канала. А что же делает с и ци — убитая точка? Сама точка, понятно, что в ней энергии нет. Но это такая же седативная точка, по сути, как и предыдущая. Потому что, чтобы эту точку убить, канал затратил свою энергию. Он выплеснул ее. И вследствие этого попробуйте для уменьшения энергетики в каком-нибудь канале использовать этот принцип. Он очень хорошо работает и даже порой лучше, чем стандартная седативная точка. Энергию убрать из канала посредством точки из категории «си» — «ци» намного проще. И в тот же момент, если вы видите, что в канале мало энергии, то лучше точку из категории «си» — «ци» не использовать в рецепте, исключить ее. Следующая точка из категории «ш», то есть энергия нападает на канал. И она таким образом — это такой командир. Эта точка способна усмирить любой взбунтовавшийся канал. То есть это тоже, по сути, по большому счету, седативная точка. Но седация происходит другим образом. Предыдущая точка, она как бы забирает на себя энергию, выбирает. А эта точка — командир. Она заставляет энергию течь так, как ей положено. То есть она командует для правильного течения энергии. Китайцы эту систему еще описывают в определенных терминах. И это называют по-другому. Что «шэн ци» — это лояльная энергия. Известна нам энергия матери. То есть мать всегда лояльна к своим детям. Она всегда любит и все отдает. Энергия ван ци, элемент в элементе — это такой лидер. Это максимальная по энергетике точка на данном канале. Следующая точка «туи ци», уходящая ци — это точка из категории сына. Китайцы называют это драгоценная энергия. Потому что именно хозяин, канал, готов отдать для этой точки всю свою энергию. Когда энергия находится в категории сы ци, она находится под контролем. И китайцы это состояние называют обрезание ног. То есть условно это можно воспринять так, что человек обездвижен. И вот эти вот точки из категории сы ци, они действуют, ну они как бы останавливают процессы в нижней части тела. Если вам надо повоздействовать на нижнюю часть тела, то лучше использовать и подбирать точки из категории сы ци. Но при этом воздействовать на эти точки подольше. И их лучше прогревать, использовать категорию дзю. Точки из категории ша ци — это точки разрушения, нападения. Это такие бунтари. То есть они идут против энергетики канала. Но и сам канал, он боится вот этого народного бунта. И он начинает делать правильные вещи. То есть канал при воздействии на точку ша ци начинает работать правильно. Но главное не, так скажем, воздействовать очень мягко на точки категории ша ци. Потому что если вы эту точку сильно проактивируете, то произойдет местный бунт энергии. И энергия перестанет двигаться. Возникнет застой. Вместо хорошего управления возникнет хаос. Вот таким образом китайцы описывают вот эти пять фаз движения энергии. Пока все понятно. Главное, вы ухватили вот эту линию мысли, как это анализировать. Потому что сейчас дальше пойдет практическое применение этой теории в более усложненном виде. Поставьте единичку, что хотя бы принципиально понятно. Двоечку, если не совсем понятно. Так, замечательно. Вижу однерочки. Мысль ухвачена. Я прекрасно понимаю, что это достаточно сложная теория, трудно воспринимаемая европейским мышлением. Да, дело не в том, что вы запомнили, не запомнили. А в том, что вы понимаете ход мышления. Обязательно переслушайте потом, законспектируйте, посмотрите все меридианы. Составьте табличку по категориям пяти фаз энергий. Обычно эту теорию китайцы называются теорией Шанван. То есть по названию самых благоприятных элементов. То есть это Ци роста и Ци процветания. Категория Шен и Ван. То есть с позиции рефлексотерапии западной. Это тонизирующая точка и точка элемент в элементе. И все вышесказанное нам надо еще переложить на годовой цикл, на месяц. Что уже был на моих предыдущих вебинарах. Это общая схемка вам, наверное, знакома. Это разбивка канала по месяцам. Иногда я вам показываю и в вебинаре, посвященном биоритмам, я рассказываю поподробнее. Сейчас обновлю важные знания. Что каждый месяц он связан с определенным каналом. И три месяца составляет весна. Три месяца составляет лето. Соответственно осень и зима тоже по три месяца. И к каждому месяцу относятся три канала соответствующим образом. Весна это элемент дерева. Лето это элемент огня. Осень это элемент металла. Вода это... Вода относится к зиме. И первые два месяца относятся непосредственно к энергетике сезона. А третий месяц сезона, он является переходным. И все третьи месяца в сезоне, они относятся к переходному элементу, элементу земля. И соответствующие каналы, в определенных случаях, в каких мы разберем сейчас с вами, тоже относятся к энергетике сезона. То есть, когда мы говорим о годовом цикле, нам надо забыть родную энергию канала. Вот посмотрите. К весне относятся каналы легких и толстой кишки. Это сами каналы по системе УСИН относятся к категории металла. Но в годовом цикле, так как эти каналы связаны с весной, эти два канала наделяются энергией дерева. Следующий канал желудка, переходный месяц, энергия земли. Здесь совпадает. Следующие два канала, селезенка и сердце, наделяются энергией лета, огнем. Селезенка не совпадает, сердце совпадает. Тонкая кишка, как переходный, становится землей. Мочевой пузырь и почки становятся металлом. Перикард становится землей. Тройной обогреватель и желчный пузырь становятся водой. Печень становится землей. Эта разбивка используется для годового цикла в тех техниках, что сейчас я буду вам рассказывать. И таким образом мы переходим к нюансам биоритмологического воздействия. То есть сейчас я буду рассказывать о технике Шен-Ван, то есть пять фаз Ци, и о биоритмах. Если вы услышите, так скажем, стук и гром, не пугайтесь. Там, где я нахожусь, начинается гроза, и вдали я слышу раскаты грома. Так что, может быть, вы его услышите. С позицией Шен-Ван нам надо определяться с каждой точкой. И какое взаимодействие идет в точке. Сначала мы рассматриваем стандартную, понятную нам энергетику. Мы выбираем любой день из 60-ти речного цикла. И каждой энергии есть, соответствует биологическая активная точка. Она помечена, написана. В данном случае выбрана второй день цикла. И соответствующая ей точка F1. Как мы проанализируем эту биологически активную точку по Шен-Ван? Мы видим, что энергия хозяина это дерево. То есть канал печени дерева. Точка F1 это дерево. Чтобы воздействовать на эту точку. И как-то ее подпитать, усилить. Что мы можем использовать? Нам нужна какая самая сильная энергия будет подпитывать энергию дерева. Это ее мать. Соответственно это вода. То есть нам нужен канал воды и точка воды. Канал воды почки. Точка воды на канале воды это R10. Вот эти две точки, они взаимо усиливают и взаимодополняют друг друга по категории Шен-Ван. И это мы можем использовать по-разному. Давайте поставьте плюсики в чат, у кого есть уже приложение биоритмология. Биоритмы. Если нет, поставьте минус. Да, биоритмы есть у кого-то, их нет. У каждого человека есть своя личная точка рождения. Когда вы открываете наш АПК вида пульс, вы уже видели, что там написано «Введите дату». Вот дата рождения нужна для определения личной точки. И вот этот данный пример, он интересен как раз для этой точки. Вы таким образом можете рассчитать свою личную, очень вам подходящую биологически активную точку. Например, вы родились и в определенный день, когда заполните это все и сделаете запись, то во вкладке биоритма появится надпись вверху «Личная точка дня рождения». Вот если вы ее выберете в этой табличке и проанализируете таким образом, то у вас будет точка, подпитывающая вас энергией всегда. И в дальнейшем вы ее можете найти в предыдущей таблице. Но там, чтобы ее найти, надо знать иероглифы, либо просмотреть все 60 точек, либо перейти во вкладку «Усин», где более понятно написаны все каналы и проставлены все точки по категории точек «Су». Вы выбираете там точку, как в данном случае показано «Р10», переходите в калькулятор и вам будет показан в ближайший день активности этой биологически активной точки. И вы в любой час, а лучше также посмотреть по шинван, какой час вам подходит. И вот давайте проверим ваш характер мышления. Час какого канала лучше всего по шинван использовать точку «Р10»? Напишите просто название канала. Ну, сами понимаете, что раз я вас спрашиваю, вопрос с небольшим подвохом. Самыми сильными, подсказываю, являются меридианы категории шин и категории ван. То есть с более привычной вам терминологией это категория, условно назовем, элемент в элементе и мать. Вот, что будет сильнее с вашей точки зрения поддерживать? Ну, мы, ну вот, почки вы пишете. Ну, можно, как бы, этот вопрос принять, ответ принять, ну, он... Так, желчный пузырь пишет. Понятно, почему вы написали желчный пузырь, но здесь не совсем правильно. Давайте разберем этот момент. Почки относятся к воде. Нам интересны каналы воды и предыдущий канал дерева. Но почки у нас инский элемент. И поэтому мы лучше берем канал по инь. То есть нам нужно канал инь-дерево. А канал инь-дерево – это канал печени, а не желчного пузыря. А, вы написали желчный печень. Да, вот мы сейчас разобрали, что в приоритете будет по инь-ян именно канал печени. Почему... Так, подождите. Что-то я вам не то рассказываю. Вы меня маленько сбили этим ответом. Желчный печень неправильно. Матерью воды является металл. То есть нам нужны каналы металла. Каналы металла – это, соответственно, каналы легких и толстой кишки. Значит, в приоритете по инь-ян канал легких. Каналы воды, то есть одноименный канал, тоже подходят. Но нюанс в чем? Если у нас возможно выбрать между матерью и собственным элементом, лучше выбирать мать. Потому что энергия Шен – она растущая. Она будет увеличиваться. Энергия Ван – она уже максимальная, она дальше увеличиваться не будет. Это максимум энергии. Китайцы говорят, когда что-то достигает своего максимума, значит, скоро будет упадок. Если нет роста, значит, скоро конец. Поэтому более приоритетный канал легких. Но, опять же, тут получается такой момент в удобности. Время почек – это вечернее время, достаточно удобное. Канал легких – это ночное время. Не всем удобно. И здесь мы смотрим не только энергетическую составляющую, но и социальную составляющую. В итоге победит у нас канал почек. И мы это будем делать в данном случае в вечернее время. Если, конечно, вы не фанат своего здоровья и специально не подвинете свой график для воздействия на нужную точку в нужное время. Попробовать это имеет смысл. Хотя бы раз сделать, чтобы посмотреть, как действует на вас эта точка. Рассчитайте свою точку. Это задание для тех, у кого есть биоритмы. И попробуйте ее в режиме шен и в режиме ванн. Идем дальше. Но не всем везет. У некоторых, может быть, личная точка не очень качественная по энергетике. Как в данном случае. Точка дня рождения относится к категории сыцы. Мертвая, убитая. Ну, это, конечно, не значит, что у человека совсем нет энергии. Он там вялый, какой-то динамичный и прочее, прочее, прочее. Но это указывает на определенный дисбаланс и на определенные проблемы. В данном случае вы видите, что канал дерева, личная точка относится к категории земля. Написал-то я правильно, но картинку поставил наоборот. Соотношение от этого не меняется. Категория сыцы, мертвая ци. И это как раз личная точка того молодого человека, о котором я рассказывал в начале нашего вебинара. То есть мы априори видим, ну, понятно, что если мы говорим о личной точке, то личная точка ассоциируется, ну, вообще с личностью человека. И в данном случае получается, что меридиан, ну, как бы, забирает энергию не у конкретной точки, а у самого, у себя. То есть, если точка из категории сыцы, ваша личная, значит, этот меридиан может пребывать в очень низком и болезненном состоянии. То есть, говоря просто, он уязвим. И мы видели и разбирали в начале нашего вебинара, что все проблемы у данного молодого человека лежат в районе желчного пузыря. Да, этот человек ну, ввел определенный образ жизни, который привел к этому, к этой проблеме. Но о слабом месте можно было сказать, ну, практически заранее при рождении человека, что однозначно при вот такой картинке энергетической, и когда личная точка попадает в категории сы-цы, то канал, где находится эта точка, в данном случае желчный пузырь, он будет уязвим. понятна, что человек болеет в западной точке зрения разными заболеваниями, но в любом случае, если вы видите уязвимой личную энергетику человека, то найдите благоприятную для него биологически активную точку. И вот здесь начинаются хитрые китайские ходы. Потому что алгоритмы для благоприятных фаз ци, они простые. Для алгоритма категории сы-цы достаточно сложный алгоритм. И его мы сейчас разберем. Это вообще полная китайская метафизика с очень глубоким погружением. если вы это не воспримете в данный момент времени, то по крайней мере знайте, что в таких категориях как сы-цы надо использовать другой алгоритм. И когда встретитесь с конкретным человеком, просто пересмотрите вебинар, сделайте все по шагам и вы просто найдите эту точку. После того, как найдете эту точку, можете написать нам в техподдержку именно для меня. И напишите, что вот такая ситуация, такой человек, вот я посчитал или посчитала точку, проверьте пожалуйста, все ли правильно. И я вам просто отвечу да или нет. Если нет, напишу правильную точку. Могут быть там еще дополнительные определенные нюансы, но совсем забивать я вам голову не буду в этот раз. То есть будем потихонечку погружаться. Итак, выдохнули и приготовились к китайскому анализу дальше. Смотрите, что происходит в данном случае. То есть канал нападает на точку. Точка в минусе. Канал отдает энергию. И поэтому в годовом цикле и вообще в принципе более выгодный месяц, когда канал ослабевает. То есть когда есть нападение для точки более выгодно, когда канал ослабевает. И вот здесь я неправильно конечно написал. Или правильно. Сейчас секундочку. переставил. Да, тут у меня немножко неправильно написано, потому что я не переставил. Поставил картинки неправильно. Видать, где-то отвлекся. и потом смотрел только на цвет и не на энергетику. Сейчас я вам буду, то есть вам надо будет даже не смотреть, а просто меня слушать в будущем. Описание шагов правильно, каналы написаны неправильно. то есть раз канал нападает на точку, то выгоден вариант, когда канал ослабевает. Когда у нас ослабевает дерево. дерево ослабевает в следующем элементе. Следующий элемент это огонь. смотрим, какие каналы у нас относятся к огню. Здесь используется годовой цикл. в годовом цикле это будет канал селезенки и канал сердца. То есть мы берем эти два канала. далее в нужных каналах мы находим ту энергию, которая будет поддерживать биологически активную точку. то есть в нашем случае эта точка относится к элементу земля. И землю будет поддерживать точка своего собственного элемента и предыдущего элемента. по элементам здесь нарисовано правильно. То есть нам интересует на канале точка земли и точка огня. И потом мы из этих двух точек выбираем какая наиболее подходящая по Shenvan. Здесь понятно показан другой канал и я не скажу про те точки на том канале сейчас так сходу. В данном случае если мы бы выбирали для канала легких то какую бы точку огня или земли мы бы выбрали. Точка земли это категория Shen. Точка огня это категория Ша. То есть ограничение нападения на канал. и получается что у нас в приоритете используется точка категории Shen. Ей будет P9. Может возникнуть такая ситуация что обе выбранных точки будут относиться к категории С и категории Ша. На поверхностном уровне это говорит о следующем что для такого человека не надо использовать эти точки. То есть это практика использует возможно ее использование не во всех ситуациях. Бывают такие ситуации когда ей не надо пользоваться. Вы посмотрели ну вот она попадает в категорию С и Ша. Пока вы не умеете работать с этими категориями лучше и не используйте. Но если вам очень очень хочется то как выбрать. Тогда мы вспоминаем описание. Что же это такое? Категория С это убитая точка. В ней нету энергии. Значит если вы будете ее использовать вам надо ее прогревать. то есть добавлять энергию. Энергию у нас добавляет именно категория дзю прогревания. То есть если у вас выпала категория С и и Ша то можно использовать С в варианте прогревания либо другой вариант можно использовать точку Ша при условии что сам канал находится в избытке. Вот когда канал в избытке либо в относительном избытке то можно использовать категорию точек Ша. Но при этом воздействие должно быть очень мягким. Оптимально это показать человеку и чтобы он ее легонечко массировал своим собственным пальчиком. И перед каждым массажем необходимо записывать его на ведопульсе. Вы это можете сделать либо когда он к вам приходит, либо чтобы у человека был модуль домашний. Он дома себя записывает, отправляет вам по синхронизации и вы на своем профессиональном смотрите этого человека и видите какой уровень энергетики. Ну это уже такая глубокая работа ну и понятное дело что вот для всех подряд вы это не будете использовать. Но для каких-то особо важных клиентов которым надо очень хорошо помочь либо это просто вип-клиент и с ним надо показывать все свои умения вот эта методика вам подойдет. на этом я заканчиваю наш вебинар заканчивается наш марафон если у вас возникнут какие-то вопросы напишите их в службу поддержки напишите что для Сергея Викторовича я вам в письменном письменной форме отвечу. Благодарю вас за внимание Субтитры Семен